друзья всем огромный творческий привет и сегодня видео урок будет экспериментальным почему и зачем спросите вы ну смотрите когда я обрабатываю фотографию и я одновременно комментирую каждый свой шаг это делать достаточно тяжело так как запись на камеру и микрофон отвлекают и в итоге делается несколько дублей все это удлиняет по времени монтаж и утяжеляет работу над видео а так как я кроме канала занят многими другими проектами и времени у меня не очень много то мои видео выходят не так часто как хотелось бы и вам и мне поэтому обработка будет идти сама по себе как вы уже заметили отдельно я буду рассказывать про эту обработку потом мы пройдемся с вами по пресетам и я покажу как и что они меняют в изображении и поэтому если вы уже поняли формат такого видео и если вам мешает мой голос а вы при этом любите обрабатывать вместе со мной то можете убавить мой голос если он вам мешает выставить комфортную для вас скорость воспроизведения видео и повторять все действия вместе со мной а фотография с которой я сегодня работаю она конечно же лежит под ссылкой под видео поэтому жмите паузу скачивайте и давайте вместе будем ее обрабатывать и так касательно этой обработки почему она получилась именно такой и что она дает в цветокоррекции я пару лет назад путешествовал по италии не всегда была возможность снимать в золотой час а снимков я привез просто громаднейшее количество около 15000 но к очень большому количеству фотографии из этих 15000 я очень долго не смог найти и подобрать нужную мне цветокоррекцию чтобы меня фотография устраивала чтобы она мне нравилась а именно я застрял на цвете брусчатки чтобы я не делал куда я не двигал ползунки меня этот свет совершенно не устраивал и я реально буквально только совсем недавно путем различных сочетаний в кривой вы чисел разбавляя все это раздельным тонированием наконец-то добился того что мне нужно и из такой гладкой шлифованной миллионами сандалиями туристов со всего мира каменной брусчатки непонятно какого цвета серо-буро-малиного вот так будет точно сказано наконец-то получил приятный графитовый цвет и каково же было мое удивление когда я увидел у алана паландера такой же цвет брусчатки из его римских снимков ну так вот когда я наконец-то вывел цвет брусчатки я взял его за основу и все остальные цвета уже дорабатывал в зависимости от сюжета цветов в кадре и времени суток сохраняя при этом графитовый цвет брусчатки в итоге я получил 10 замечательных пресетов на любой вкус и цвет и хочу с вами этими пресетами сейчас поделиться отдельно хочу обратить внимание тех фотографов которые снимают обрабатывают в свои фотографии в телефоне и пользуются моими пресетами в мобильном lightroom дело в том что я большинство своих фотографий обрабатываю из raw файла raw переводится как сырой по сути дела это серая неказистая картинка в которой очень мало цвета и это некий аналог пленки фотоаппарата и чтобы получить фотографию ее нужно проявить а так как все цвета на таком raw файле серый я достаточно сильно накручиваю ползунки насыщенности и в базовых настройках и непосредственно в панели hsl но если вы применяете эти пресеты на мобильную фотографию то вероятно и скорее всего у вас очень много снимков находится в джипег формате чем отличается джипег формат от raw формата джипег формат это формат изображения когда его уже сам телефон обработал программным способом по умолчанию то есть он сделал некое улучшение этой фотографии добавил насыщенности контрастности и вы это не замечаете потому что это происходит мгновенно и дальше когда вы накладываете мой пресет на свою фотографию джипег то догадайтесь с первого раза что у вас получается да ваши все цвета они имеют излишнюю насыщенность потому что я настраивал свой пресет к сырому файлу а вы его применяете к уже обработанному файлу но здесь ничего страшного в этом нет для того чтобы вам правильно использовать этот пресет обязательно после применения доработайте экспозицию сделайте фотографию светлее или темнее и если фотография получилась слишком насыщенная просто прижмите ползунок насыщенность уберите его немного влево пока цвета не станут более естественными и приятными итак обработку мы закончили давайте теперь пройдемся с вами по всем пресетом и я прокомментирую чем они отличаются друг от друга для того чтобы вы могли ими правильно пользоваться и так друзья давайте начнем вот с этой фотографии это необработанная фотография как вы видите все ползунки стоят посередине это raw файл и перед нами на изображении брусчатка она занимает достаточно много места и мы можем посмотреть как работает на этой фотографии пресет про то что я говорил графический цвет брусчатки и так роман holiday 001 и вот тот самый цвет о котором я вам говорил который так долго я пытался поймать давайте сделаем чуть-чуть поярче за счет экспозиции так ну и смотрим еще раз было стал давайте к этому изображению применим следующий пресет 002 здесь брусчатка имеет слегка синие оттенки этим собственно говоря два пресета я отличаются и так роман holiday 1 давайте сделаем чуть-чуть поярче экспозицию смотрим было стало роман holiday 2 вот такая более интересная обработка ну и соответственно также насыщенность можно прибавить базовые настройки можно доработать можно сделать пообъемнее за счет того что тени увести влево теперь давайте на примере пока этой же фотографии посмотрим как работают другие пресеты и так роман holiday 003 здесь вы видите тот же серый графитовый цвет брусчатки но при этом само изображение более теплая такая красивая сочная летняя картинка так двигаемся дальше 004 этот пресет дает вам более мягкие цвета но при этом вы получаете такой слегка коричневый кинематографичный оттенок фотографий так роман holiday 005 также здесь сохранен красивый цвет брусчатки но при этом все изображение выглядит как красивая открыточка вот такой попсовый красивый вариант можно сделать немного поярче классическая приятная красивая обработка двигаемся дальше роман holiday 006 такая же легкая попсовая красивая обработка более воздушный снимок идем дальше 007 007 больше понравится девочкам здесь при все том же красивым графическом цвете брусчатки мы с вами имеем легкие розовые оттенки в цветах что делает фотографии более такой легкой и воздушный также здесь красивый зеленый цвет и обращаю ваше внимание если цвет кожи на вашей фотографии будет слишком яркий слишком красный для этого вам необходимо будет убавить цвет красного и цвет оранжевого для того чтобы добавить загара можно оранжевый сделать немножко потемнее но этим ползунком нужно действовать крайне аккуратно потому что мы можем получить в итоге негра и так двигаемся дальше пресет под номером 8 эта тонировочка в стиле free макса кто с ним знаком и подписан знает что большинство своих фотографий он обрабатывает вот примерно так же следующий пресет роман holiday 9 здесь чисто классика если вы не любите какую-то непонятную тонировку искаженные цвета то вот такой пресет вам подойдет по вкусу легкая красивая классическая обработка при этом цвет брусчатки здесь также красивый графитовый цвет и последний пресет роман holiday 10 этот пресет тоже достаточно интересный и он для тех кто любит фильм матрица ну или подобную тонировку кстати в последнем жекере тоже использовали такую тонировку и она достигается за счет того что тени окрашивают в такой слегка едкий зеленый цвет но при этом насыщенность делают не очень сильную и получается такая достаточно интересная тонировка доступны для общего пользования вам будут первые два авторских пресета это именно та обработка которую вы видели в моем инстаграме это именно те два пресета с которыми работаю я остальные пресеты и дополнительные мои снимки из этой серии будут доступны спонсором но как оказалось функция спонсорства в ютубе не такая уж удобная штука и в лучшем случае деньги полученные от спонсоров я смогу получить как я понял не раньше сентября то есть после двух трех месяцев по истечении того момента как вы их мне перевели и конечно же я не могу их прямо сейчас потратить на развитие канала как я хотел также кроме сложности с выводом этих денег как оказалось далеко не все кто хотел стать спонсором вообще видит эту кнопку для многих она почему-то не отображается также далеко не каждой карты можно осуществить платеж и я понимаю вас что с вашей стороны спонсорство это тоже определенные обязательства и поэтому я предлагаю еще один вид поддержки канала это возможность кинуть донат а взамен получить ссылку на полный набор пресетов один набор пресетов стоит всего 150 рублей это эквивалент 2 долларам и на сегодняшний день доступны три набора эксклюзивных авторских пресетов это римские каникулы роман холидей вин м20 и олд тауэн для того чтобы поддержать канал и взамен получить один из наборов пресетов какой тебе нравится и приходится по душе кликни на эту ссылку под видео впиши в это поле сумму 150 рублей а в этом поле напиши название пресета и через запятую свое имя или никнейм напиши мне в телеграм-канал или директ инстаграма название пресета и имя которое ты указал в комментарии к платежу а в ответном сообщении я скину тебе ссылку содержащую набор пресетов а на этом друзья все если видео вам понравилось ставьте лайки если что-то непонятно пишите в комментарии я обязательно здесь рядом вам всегда подскажу если вы до сих пор не подписан на мой канал обязательно подпишитесь потому что впереди нас ждет много интересного и полезного множество различных и вкусных пресетов заглядывайте в чат телеграм-канал а там всегда живое интересное общение и обмен мнениями творческих высот вам друзья до новых встреч и всем пока и